Вести в лесу садоводческую деятельность и строить дома по закону запрещено. Тем не менее, многие граждане столкнулись с тем, что их земельные участки оказались в границах лесного фонда. Еще в советское время людям была выделена земля, но оформление ее до конца не завершилось. Участки не были исключены из документов лесного планирования. С такой проблемой столкнулись граждане разных регионов страны, в том числе и жители Подмосковья. До 2017 года решить вопрос было практически невозможно. Однако с момента вступления в силу закона о лесной амнистии у граждан появился шанс защитить свои права. Владельцы участков, получившие землю до 1 января 2016 года, могут подать заявление через портал Госуслуг. Эту тему обсудили на совместном выездном заседании комитетов землепользования и лесного хозяйства региона, которое состоялось в Огудневе. Лесная амнистия, то есть исправление тех границ лесного фонда, которые были наложены на существовавшие ранее и объекты недвижимости, и земельные участки. Последний год мы совместно с комитетом лесного хозяйства и другими ведомствами правительства Московской области перешли к так называемому инициативному решению данных вопросов. То есть вместе с администрацией по существующим планам, генпланам, планам населенных пунктов исправляем те ошибки и совместно с Росреестром вносим соответствующие изменения. В городском округе более 290 СНТ. 28 товарищей столкнулись с проблемами, которые обсуждались на выездном совещании. Иногда встречаемся вообще с непонятным вопросом. Вот у меня земельный участок в экологии. Значит, стоит граница, человек поставил его на кадрский язычок, и потом встречаем язычок, который позапрошлым году неожиданно появился в земле лесного фонда. Плохо, конечно, что у нас здесь нету, либо тоже интерактивной карты, но для бы прямо сейчас выйти в нашу информационную систему и прямо посмотреть в натуре каждый участок. Соответственно, я думаю, что в течение недели соберете всю информацию, направите в наш комитет. И когда мы каждый-то оставаем, мы рассмотрим, посмотрим. Однако, по словам представителей Комитета лесного хозяйства, чаще всего подобные проблемы в регионе возникают в тех СНТ, которые не стоят на кадастровом учете. Поэтому сегодня мы все, как говорится, выгрызаем по кусочку из ЕГРН и Государственного лесного реестра. В период с 2017 по 2019 год было амнистировано свыше 11 тысяч земельных участков. За время реализации норм федерального закона более 39 тысяч. Собственники смогли устранить возникшие несоответствия без обращения в суд. Реализация программы лесной амнистии планируется до 1 января 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова